Всем привет, ребят! Новый день, новый влог. Это у нас получается шестой день недели влогов. Завтра у нас как бы последний день влога. Думаю, вы расстроены. Я тоже с одной стороны, а с другой стороны я смогу снять другое видео для вас, которое вы тоже ждёте. И как раз сразу отвечу на вопрос, потому что я читала сейчас комментарии, которые вы пишете к влогу вчерашнему. И там спрашивают, когда будет видео про мистические истории, будет ли видео про мои сны, всякие вещи и что мне снилось. Ну и понятное дело, я хочу снять про одежду, как я говорила ещё в позапрошлом дне. Слава заболел, поэтому я ходила сегодня в аптеку. Сейчас вообще 5 часов дня. Вы представляете, как поздно я начинаю влог снимать, меня это просто вымораживает. Приготовила быстро омлет, не стала всё это снимать на видео, потому что это бы у меня заняло время. Я решила, что сейчас как сяду краситься, уже начну с вами болтать, что-то рассказывать. Ещё был вопрос по поводу нашей собаки, почему мы с ней не гуляем, гуляем ли мы с ней и вообще видела ли она как раз улицу. Конечно, она видела улицу и не один раз, и да, мы с ней не гуляем. То есть она у нас ходит в туалет дома. Сейчас я с ней не гуляю, потому что холодно, и я знаю, что ей это не понравится. То есть если вы думаете, что она будет кайфовать от того, что мы её потащим на улицу, то вы ошибаетесь. Несмотря на то, что она собака, ей надо бегать, гулять, нюхать разные запахи. Я это всё прекрасно понимаю. Но поверьте, она не будет в восторге от того, что мы потащим её на улицу в не самую тёплую погоду. Когда было тепло, мы с ней чаще выходили, по паркам гуляли. Так обычно на дачу её тоже с собой берём, и она там гуляет. Но она прям не любит. Это не её тема. Она привыкла дома. И я не так часто её с собой куда-то беру. То есть, знаете, кто-то покупает маленьких собачек, чтобы с ними везде прям тусоваться, ездить, всё такое. Я вебу стараюсь не мучить такими прогулками. Я понимаю, что дома ей, наверное, скучно бывает. Но поэтому я сама спешу всегда домой, чтобы скорее с ней увидеться и развеселить маленькую собачку. По поводу погоды не знаю. Просто я не люблю выходить гулять с собакой, когда холодно. Учитывая, что я хочу, чтобы каждая прогулка была это просто как какой-то кайф. А если в плохую погоду, то это получается как... Ну, мне просто нужно выгулять пса. У нас собака ходит дома в туалет, и я не вижу в этом необходимости тащить её на улицу. Мы с вами сегодня пойдём в магазин. Это инфосодка просто, потому что я уже с ума схожу. У нас уже просто всё заканчивается, всё необходимое. Я ни постирать не могу, нет порошка. Туалетная бумага заканчивается тоже. Поэтому это сегодня уже стопроцентно. Вопрос лишь в том, в какой магазин пойти. Я, кстати, вчера на балконе нашла ещё один корм в Вивьене, поэтому он, в принципе, не заканчивается. Но я обычно всегда беру, знаете, несколько упаковок, чтобы он всегда дома был. Короче, не успела даже сегодня чай попить. Пью вчерашний чай холодный, ледяной, потому что хочется скорее уже всё дела сделать домашние и выйти. Кстати, мой любимый хайлайтер сейчас от Inglot, от Дженнифер Лопес. Он просто афиненный. И причём самое интересное, что я им долго не пользовалась. Думала, что он слишком сильный. И ходила по магазинам, искала себе хайлайтеры всякие классные. Оказалось, что у меня дома был такой крутой. И об этом я узнала только, когда мы с Кариной были в Испании, потому что она как раз этим хайлайтером и пользовалась. И я попробовала. Я говорю, нифига себе, он оказывается такой классный. Знаете, не люблю, когда у меня нет днём времени почитать ваши комментарии. Мне нужно скорее бежать, бежать. Но вечером зато, либо пока я в машине стою в пробке, на светофоре, у меня есть время почитать комментарии. И хорошо хоть так. Брови. Что мне делать с бровями? В предыдущий влог я была не накрашена. Ну, в смысле, брови были не накрашены. Так-то я была накрашена. А вот брови нет. И мне люди писали, у тебя такие хорошие брови на этом видео. Да, может, потому что они не накрашены. Но я не хочу без накрашенных бровей. Выглядит так, как будто бы макияж не доделан. Просто мне нужно их осветлить. Я же их осветляла всё время. А сейчас не могу доехать до салона. Где мне это делали, отлично. Поэтому вот так. Так, а ещё, кстати, прикиньте, я не знала, но когда делаешь ламинирование бровей, волосы немножко осветляются. Мне мой мастер, который делал ламинирование бровей, такая говорит, будем вам красить волоски темнее? Я говорю, нет, зачем? Она говорит, ну просто при ламинировании они у вас немножко осветлятся. Я говорю, да, так это ж кайф. Это то, что мне нужно реально. Я стараюсь всегда брови посветлее делать, волосы посветлее, сами видите. Хотя вот так вот, знаете, когда я с убранными волосами, у меня тут только тёмные и мне нравится. Хоть я и вижу светлый пучок. Ну, короче, не знаю, иногда так сложно, мне иногда так хочется вернуться в свой. Блин, вот бывает такое, иногда хорошо накрашу брови, а иногда так тяжело идёт. Брови это всегда было самым сложным в макияже для меня. Ну, если не считать стрелки всякие, которые также были сложны для меня и до сих пор сложны. Но это, знаете, нужен опыт, потому что я стрелки редко себе крашу, вообще не крашу, то есть может раз в полгода. Вот эта бровь у меня же ещё более подвижная, а эта нет, вот эта. Мне даже сложно её поднять. Мне по-хорошему её рисовать всегда повыше, такой немножко вздёрнутой, потому что я когда разговариваю активно особенно, у меня вот эта бровь поднимается, а это не особо активно, и меня это так бесит. Но такая я, пусть это будет моей подзюминкой. И нос я корректирую штучкой от Мак, она у меня очень старая, тут даже стёклышка нет. Было вот так. Здесь нет стёклышка, но у меня есть такая новая, я недавно ходила, покупала, но тут ещё есть, поэтому я ей мажусь ещё. Это просто тени серого какого-то оттенка, тут даже стёрлось вообще, что за фигня. Так что вот, если захотите вдруг какое-то видео про мою любимую косметику, то я сниму, но не знаю, не уверена, что это будет всем интересно, потому что я много раз показывала и всё такое. я выпрямила волосы и сейчас буду уже выходить. Сейчас поеду-заеду за Надей, наверное, сходим куда-нибудь покушаем, попить кофеёчек, потом нужно в магазин купить всё для дома. И ещё я хочу съездить в компьютерный центр, потому что я так и не купила себе длинный провод. Когда я была в Болгарии, у меня мой зарядный провод сломался. Я вообще офигела, потому что он мне столько лет служил, а потом сломался. И я очень сильно люблю длинные провода. Вот у меня был провод для телефона вообще двухметровый, и это безумно удобно было, потому что я лежу в кровати, провод длинный, я могу лежать в телефоне, и он будет заряжаться, и мне не надо вот так вот куда-то выкорючивать. Ну, короче, кайф. Поэтому надо сегодня это сделать. И ещё очень много мусора нужно выкинуть сегодня. Собрала. Ну что ж, я села в машину, наконец-то. Сегодня погода не такая мерзкая, как вчера. Сейчас я собрала мусор, вот, видите, там вообще куча всего. Сейчас ещё, когда выкину мусор, сложу сиденье. Осталось того дня, когда пианино мы везли домой. Сложно. Я вообще всех вызываю. Блог включился. Короче, сейчас мы едем за Надей, надеюсь, что она собралась и ждёт меня очень-очень. Я очень рада, когда я сажусь за руль, и погода хорошая, и выхожу из дома, потому что иногда, знаете, иногда хочется дома сидеть, но когда я сижу дома, я просто в овощ превращаюсь. Поэтому я стараюсь вообще не сидеть дома никогда. Даже если у меня нет никаких дел важных, каких-то встреч, съёмок, ещё чего-то, то есть, не знаю, куда-то там в банк поехать, документы отвезти, не знаю, съездить налоги заплатить, ещё какая-нибудь весёлая взрослая херня. Я всё равно стараюсь не сидеть дома, потому что я стараюсь придумывать себе даже какие-то дела. Ну, допустим, сходить в солярий, съездить, купить хлеба, не знаю, сходить взять кофе, просто выйти из дома, потому что на меня это безумно влияет. Когда я сижу дома, плохая погода. Мусор у меня уже сзади там разлетелся весь, что поделаешь. Короче, вы в курсе, что сейчас мне делают маску мою для инстаграма? Не знаю, насколько всё получится круто, потому что мне ещё никакие не прислали варианты посмотреть, всё такое, туда-сюда, тому подобное. Я сегодня хотела поехать в студию, как раз снимать видео с одеждой, но как вы могли догадаться, нифига. А всё из-за чего? Да элементарно из-за того, что я встала в 4. В 4! Я угораю над тем, что люди в комментариях пишут, типа, блин, почему Юля в каждом своём видео, всегда в каждом видео говорит, во сколько она встала, во сколько она собирается ложиться и тому подобное. Я не знаю, почему мне кажется, что всем это интересно. Вы же все следите за тем, во сколько вы встаёте. Ну, типа, для кого-то нормально вставать в 2 часа дня, в 4 часа дня. Для меня это тоже как бы нормально. Раньше было, особенно нормально. Но сейчас, наверное, может быть, в силу возраста меня бесит вставать так поздно, потому что я ни хрена не успеваю, начинаю нервничать. И вот сегодня, когда я встала, я просто побежала умываться, открывать скорее видео. Просто у меня такое было состояние, типа, твою мать. И я вижу везде комменты в директ, мне все пишут, Юля, где влог? Юля, где видео? И мне так стыдно за это, потому что я просто тупая Соня вонючая. Кусок какашки. А ещё иногда некоторые пишут то, что у меня верхняя губа вообще неподвижная. И говорят, типа, вот, кто-то вообще говорит, что у меня такая мимика. Типа, как будто бы мне вкололи безумное количество разных инъекций, ботокса и тому подобное. Честно, у меня нет никаких инъекций, ботокса и тому подобное. Единственное, что да, я делала себе губы, подбородок, но он у меня абсолютно нормальный. Блин, вот не гоните, кто напишет то, что у меня острый подбородок, он у меня абсолютно нормальный. По поводу моей верхней губы, она у меня всегда была такая неподвижная. У меня вообще, мне кто-то как-то сказал, типа, мой учител по вокалу, сказал, что у меня очень ленивый рот. И я не знаю, с чем это связано, но это действительно так возможно. Это какие-то зажимы, знаете, которые нужно, ну, как раскрепоститься. Просто у меня всегда были кривые зубы, и я всегда старалась сильно рот не открывать, губы там не открывать, вот так вот сквозь зубы практически говорить, чтобы вообще никто не видел мои кривые зубы. Я думаю, что это все на психологическом уровне, и от этого надо избавляться. И знаете, когда я от этого избавлюсь? Когда у меня будут виниры! А когда они у меня будут, хрен знает, когда я прилетела из Болгарии, мне должны были позвонить из клиники записать меня, но что-то так и не позвонили, поэтому сама буду звонить, и если вдруг, дай бог, а я уверена, что это будет, я буду ставить себе виниры, то я обязательно буду брать вас с собой, и вы пройдете вместе со мной весь этот путь, потому что я уверена, что есть очень много людей, которые мечтают об этом, хотят этого, у кого-то там нет возможности, но у кого есть возможность, боятся, например, поэтому я буду тем человеком, который на своем опыте вам все покажет, расскажет, и знаете, с одной стороны, мне нравится то, что я люблю такие эксперименты со внешностью и что-то такое пробовать, потому что я это узнаю, я могу этим с вами делиться, рассказывать вам, советовать, например, те же губы. Я никогда не пожалею, что их сделала, мне безумно нравится результат, эффект. Но помимо того, что мне нравится результат и эффект, это болезненная процедура, но она того стоит. Типа, вы один раз почувствуете боль, это неприятная боль, потому что, ну, это укол. Но это не страшно на самом деле, у меня были бы намного болезненнее процедуры. Когда мне делают губы, у меня обычно слезы из глаз вытекают от боли. Но это не такая боль, я понимаю, что вы сейчас напугались, но, возможно, это и хорошо, чтобы никто не писал, типа, что-то пропагандируешь. Я очень переживаю всегда за это, что люди подумают, что я пропагандирую всякие там губы и еще что-то. Я не пропагандирую, но просто я сама фанат этого. Я не против этого, я считаю, что это абсолютно нормально. И если это делает вас счастливыми, красивыми, главное, чтобы вы себе нравились, а не кому-то другому. И если это так, то почему нет? Потому что мы живем один раз, туда-сюда, тому подобное. Ну, короче, такое, сейчас я приехала к Наде во двор, надо ей написать, что я здесь, а я пока буду выкидывать мусор у нее во дворе. Потому что у меня во дворе мусор, хрен пойми вообще где, до него идти часа три, наверное. И меня это так раздражает, потому что невозможно. Куда мне мусор выкидывать? Надя, я уже около твоего дома, я сейчас около мусорки, короче, мусор выкидываю, так что можешь выходить. Так, все, выкинулось, сейчас я подниму сиденица. Удобно, люблю свою машину, пипец. Она у меня такая кайфовая. Давай, давай, до конца, моя хорошая. Все, замечательно. Пристегиваем ремни без опасности. Знаете, на самом деле, иногда бывает, я к кому-то сажусь в машину, и мне говорят, да ладно, не пристегивайся. Типа у меня есть эта штучка, знаете, которая блокирует, ну как, которую втыкаешь вместо ремня. И я говорю, нет, типа, нафиг, я лучше пристегнусь. Но, типа, есть такие люди, которые ненавидят пристегиваться, всегда это забывают делать. Я всегда пристегиваюсь в какую бы машину, к кому бы я не села, и вам рекомендую. Привет, подружка. Привет, подружка. Мы с тобой сегодня в одинаковых куртках. Поцелуемся. Заедем сейчас в Мак за кофе, с кайфом. Потом поедем в компьютерный центр, погуляем там немножко. Помню, там столько времени раньше проводила. Я там компьютер, я там почти все свои гаджеты покупала, просто все, кроме вот последнего телефона. Получается, все, что у меня есть из техники, кроме фотоаппарата нового, вот этой камеры, на которой я снимаю, потому что мне ее Карина дарила на день рождения, на 20 лет. И, получается, телефона моего сейчас, который у меня, потому что его я вообще через интернет-магазин заказывала. А все остальное всю жизнь всегда покупала на этом компьютерном центре. Не знаю, почему. Короче, мы приехали на заправку. Можно, пожалуйста, 95-й полный баг? Конечно. Короче, суть в том, что я ни разу не заправляла свою машину сама и очень сильно этого боюсь. А, все, умею. Боже, я так волнуюсь. Я очень боюсь. Почему ты боишься? Я никогда в жизни сама не заправляла свою машину. И сейчас не буду. Надя говорит, давай я тебе заправлю. Мы просто заехали на заправку, я говорю, блин, тут нет заправщика. Только меня бензином не облей. Я очень очкую. 95-й полный баг. А как сказать 95-й полный баг? Тебе надо говорить или кому? Я обычно тебе говорю. Мне? А как ты поймешь, что полный баг? Мне надо к ней подойти и оплатить? Или что? Бензин льется или что? Вроде пахнет. Бензин ты оплати уже. Блин, ты так круто выглядишь. Может быть... А ты мне дашь 10 рублей. Вообще я обычно больше даю 10. Да. Давай каждый раз вот и все. Я тебе кофе подарю, моя подружка. Кофе, да. Кофе, да. Какой ты захочешь. Хоть за 300 рублей. Пипец. Кстати, Надюха вообще очень крутая. Она на меди учится. Но я сейчас на тебя смотрю и понимаю, что ты неверно выбрала профессию. Ты велиционная. Спасибо. Блин, так воняет бензином, что я сейчас с ума сойду. Это очень волнительно. Очень. Я так волнуюсь. А он не выплюнется оттуда? Я тут сдаюсь, что я не выплюнула. Ладно. Ой. Все. Я не стукнулся. Весь мы сейчас не взорвемся. Я же делала этот бензин. Вау. Полость заправила. Какая хорошая. Я просто боюсь сама заправлять. Не знаю почему. Мне не впадло поехать на заправку. Вот, например, Карина ненавидит заправляться. Даже учитывая, что не она сама заправляет машину. И не любит машину на мойку ставить, потому что ее нужно ждать. А мне нормально, потому что у меня есть особая технология. Заправиться это недолго, мне пофиг. Куда деваться без бензина. Ну, не поедешь же. Вот. А по поводу помыть машину, я просто обычно мою ее в торговом центре недалеко от дома. Пока машина моется, мы ходим в Ашане, например, либо в кино. Поэтому нормально. Кстати, меня сегодня Надя разбудила своими сообщениями. Если бы не ты, я бы, мне кажется, еще больше спала. Потом бы мне было очень плохо. Спасибо. Если человек не нужно, вы что-то приезжаете. Угу. Здрасте. Здрасте. Надо переживать, что ей в Айс кофе не добавят вани. А я переживаю, что мне в колу не добавят вани. Я заказала ванильную колу. Так странно не заказывать еду в Макдональдсе. Спасибо. О, у нас одинаковые стаканчики. Ну как? Ну, вроде есть. Ну ладно. Спасибо. Но мало. Ну понятно, ты недовольна. Да. Я все равно без сахара пью. Без сахара? Угу. Солнышко. Вкусно то, что ты пьешь? А у нас всегда было в Маке? Слишком много вопросов. Я попробую, интересно. Он уже холодный. Кофе только холодный. Какая пучина. О, ты не можешь, да, я пока. Нет, пожалуй, колу попью. Это кошка, которая хочет кому-то ждать. Точно. короче у славы есть песня на берегу который я безумно люблю просто это моя реально любимая его песня а есть этой песни версия акустическая life типа да и она мне вообще не нравится ну вот вообще но есть люди которым она больше нравится тема доехали до компьютерного а еще я угораю над тем что когда я захожу так вот давайте мне когда захожу сюда сразу все люди которые стоят в этих магазинчиках маленький гадать вам скажешь что ищете чуть-чуть указать чё подказать я обычно реагируешь такая любезная игру нет так кстати чем бежим так мы можем в любой зайти например сюда где много чехлов чехол вот у меня так ну ну да да так что надо было короче я взяла два провода двухметровых единственное что меня смущает что они не выглядят как оригинальные но он меня уверил что они или не найми ну типа чипованы какие какие-то чипы там у них оригинальные вот один один красный другой черный такой зла двухметровый потому что у нас вечно провода слова на даче забывает или его кошки изжирают был бы сейчас тут слава если бы он не болел он бы с ума сошел он сразу побежал в 1с мы всегда туда заходим и смотрим всякую фигню который нам нафиг не нужно вот такой тут компьютерный центр типа ходишь все выбираешь всякие зарядки всякую туфту кстати еще знаешь я хотела глянуть этот аккумулятор на фото который у меня сейчас с собой потому что иногда он разряжается и уметь только один аккумулятор это отстой почему они такие разноцветные дошло за айфоны обычно заходим смотрим игры на playstation 4 что тут интересного как же я расстроилась этому обновлению флаута просто пипец я наделаю что они выпустят новую игру которую мы с кайфом будем проходить и они выпустили какое-то дурацкое обновление по сетке сейчас мужская аудитория наконец-то подтянулась в этот момент ну вот мы короче приехали в такой небольшой торговый центр где я обычно закупаюсь всякими собачьими делами пеленками пеленки распашонки здесь есть магазин хороший продуктовый собачий магазин они пошли сначала в тот магазин сумасшедший короче как-то раз я сюда пришла со славой и мы решили посмотреть вообще что здесь за магазин есть мы по-моему ждали когда начнется фильм наш гуляли по т.ц и короче поднялись наверх и там есть какой-то классный магазинчик где много всяких штук для маникюра для бровей короче всяко всячные косметики какой-то натуральные маски и все такое профессионально да 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 профессиональная косметика шампунь и спасибо коллега и короче мы как-то там с Надей купили хну для бровей потом поехали ко мне домой и я делала Нади брови она ходила такая красивая а потом опять накрашена а ты кстати что у тебя сейчас накрашено они сейчас накрашены няшки для милашки супер столько ништячков я сразу вглубь пошла сейчас короче поймете что здесь продаются много вот всякой такой всячины типа вот видите такие шампуньи как всяких салонов просто ты удобно кстати наверное пипец да хрена ты крутая а я обычными вонючими моюсь а вот здесь кстати мы еще брали пену для ванн у нас вот такая только с манго где она вот она раньше всегда искала не могла понять где пены покупать прикольно вообще сразу вспоминаю детство а еще мы со славой как-то ходили угорали где-то были всякие эротические костюмчики типа месестры угорали я говорю какой бы мне подошел смотрите класс даже выдвигается нифига только если с ними тем не могу выдвинуть вау чтобы сюда положила а это что ухты и это же для кисточек это то что мне нужно стоит 500 рублей не так уж много а это что тоже для кисточек вау это для помад смотри тебе пофиг да я храню кисточки в закрытом ящике чтобы на них да ни хрена ты такая крутая вообще а подружки сфере сказать не могла что так надо делать а это что только куда его поставлю вопрос а я не пойму это что зине просто очень увлечена что мне кисточки в дурацкой фигне и стоят и мне хочется взять попробовать да я возьму попробую правда не знаю там не для них мест такого ну зато для нее есть было бы место для такой для кисточек такую что и попробовать значит это придется пробовать потому что мне место там немного это как будто бы бокал что тут еще интересно всякие типа корейские китайские что-то да такое а это что что такое блестящая маска пенка для очистки пор да это наверно это маска который будет тоже пениться и будешь пениться ничего себе один для тех кто типа ногтями занимается всякое такое можно сразу эти всякие типсы покупать штучки доброе утро девочки вообще я с ума сошла я тут брала как-то масло кстати которым ни разу не пользовалась типа такого знаете для кутикул и ни разу не пользовалась очень круто очень круто вот и здесь всякие тифти ручки о которых я всегда мечтаю вот мы пришли в зоомагазине посмотрите какие милашки обожаю котят только когда они маленькие ой какой он милый мне кажется будет 300 когда он узнает что я кого-то назвала милым мы пришли в собачьи и кошачьи или других животных тут мы кстати нашего хомяка мэлмана покупали вот такие она любит вот такие любит такие очень вонючие но их он тоже любит ушки носики палочки гребешочки всегда так сложно выбирать в вене что то я тут могу стоять минут 20 стоять просто и думать что же ей понравится что ей будет очень вкусно нос и губы говяжьи хрустики говяжьи тут еще всякие постели домики продаются кстати одну лестницу мы брали здесь коричневая она у нас по моему а одну заказывали через интернет можно посмотреть на братьев мэлмана не да сюда прихожу чтобы вспомнить каким он был вон они только животных интересных ой он так странно лежит странно лежит просто подколол меня пранк смертью вот еще хомяки раба ровского помню когда мы взяли мэлмана все писали что он типа другой не джонгарский 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 вон они там волосатки маленькие какой крутой рюкзак у кого есть кошки обязательно подумайте об этом стоит правда много 3 260 зато как клёво будет вашей кошки и у вас рюкзак модный а вот здесь отдел маленьких игрушечек которые любят вивьена но здесь что-то как-то их мало какой смешной бананчик к смешная курочка что-то как-то мало всего прикольного я расстроена похоже и вена останется без игрушки вот пеленки взяли короче мы стали заходили братья крова его забыла взять камеру с собой поэтому простите покушали взяла домой тоже еды к клетке с гречкой я не беру полосна по рекламу я хорошим я вообще беру капсулы да да они удобнее прям внутрь барабана кидаешь и все очень просто так у меня начинка вино растворилась ты я плохо бросила надо я прям трехочковый 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 мне нужно взять много порошка потому что пипец мне понравится и горный родник для меня очень важно чтобы бумага была четыре слоя я ненавижу бумагу два слоя это просто ужас а тут три вообще два по моему да да кошмар я не вижу даже три вон три слоя она еще вкусно пахнет стать а да есть вообще с персиком каким-то ой нет вот это вот пусто пахнет вот это это и хрена духами 4 слоя понимаешь уважаю через за бери с запасом мало слоя думаю что это вообще пипец интересно посмотреть какие продукты я себе покупаю апельсиновый сок все нужно для колбаски но там снимать нельзя потому что она будет пялиться вот так короче заказала колбаску я очень сильно люблю дымов докторскую в синем гер и зернистую вот это я люблю с чёрным хлебом когда мы были в вангаре с кариной примерно такая же колбаса была которую мы ели и она мне очень нравится так вот я хотела рассказать про чевиху которая работает а точнее режет колбасу здесь иногда бывает такая злая и и я к ней так очень любезно здравствуйте можно пожалуйста попросить вот такую колбаску нарезка заказывайте ненавижу таких после магазина заехали домой закинули вот коробку от пылесоса своего мэлмана эту клетку и этот кусок фона мне кто-то в коменте написал тип юль не выкидываю типа дай мне я начинающий фотограф он мне пригодится поверь он не пригодится никому потому что он абсолютно весь мятый просто в ужасном состоянии где-то порезы дырки я просто это не какой-то хороший кусок фона это такой знаете как расходный материал поэтому ну типа даже кому-то отдавать такое дарить но было бы мне не очень сейчас отвезу надю поставим к ней в патике на первом этаже клетку чтобы не около мусорки стояла она говорит что обычно такие хорошие вещи там оставляют ну правильно что не мусорки не я видел как-то у нас тоже подъезде ну не здесь где живо где моя мама живет тоже что-то такое оставляли у нас просто даже нет такого вот места где поставить какую-нибудь там клетку либо ботинки так хочется избавиться от хлама просто я так ненавижу захламлять дом только покажи хвостики своей вентиляторе все жди мама мама за плотенцем твоим пошла как ни странно но вивьену я купаю детским шампунем потому что так сказал заводчица возможно она уже выросла детского шампуня но фиг знает как водичка мусия спасите помогите кстати с ногтями очень удобно многие вещи делать и собачку тоже мыть а чесать как ей нравится когда мама ее чешет молодец всю камеру заляпала а а а а а а то вы а счастливый обвините какая смешная это гранат вивы когда она вот так выглядит она похожа на воланды морта помните эту серию в гарри поттере где а он такой был слабый на башке и у чувака на затылке сидел И вот почему-то напоминает мне Вот такие собачки у нас получились Сидеть Сейчас мне, как обычно, по традиции нужно навести дома порядок Потому что на кухне опять срач И надо все это убрать И вот почему-то напоминает мне И вот почему-то напоминает мне У меня здесь стояла такая стеклянная штучка с цветочками похучими И я поставила сюда пылесос, как обычно И, в общем-то, все упало И это было очень страшно Но больше всего я испугалась за пылесос Итак, я здесь продолжила разбираться в комнате Славиной Тут будет стоять пианино Перетащила сюда мелкие детали Подвинула стол Здесь у нас вот так Ну, это временно нужно повесить картины В общем, дел много Хочу эти цветочки, обои поменять Они меня ужасно бесят Вообще, я бы много где обои поменяла На балконе Вот так В данный момент Ну, надеюсь, когда-нибудь получится максимально избавиться от этого всего мусора Ну, я не про это Это славяные игрушки Но слишком захлаблено Хотя я постаралась сделать так, чтобы здесь был проход На самом деле, просто нужно убрать три чемодана И будет уже лучше Потому что все остальное, в принципе, нужно Чемоданы, которыми мы пользуемся Полки никуда не уберешь Там свет стоит мой Какие-то прибамбасы, ведро Всякое такое Моющие средства Чемоданы В общем, так Виви на пеленке вот сегодня новые купила Кстати, оказалось, что ее корм есть у нас Для тех, кто спрашивает, каким кормом мы ее кормим Вот этим Еще один балкон, на котором у нас сушится белье Здесь уже не так все плохо Потому что Тут я разбиралась неоднократно И тоже, конечно, с ума схожу Но под этой белой завесой Находятся вот такие ящики И в них лежит все нужное Что на дачу возить не вариант Ну и как бы Было бы круто, на самом деле, сделать тут какой-нибудь шкаф Знаете, вот прям досюда Да, сократится балкон Но в любом случае здесь стоит какая-то хрень И все туда запихать Было бы замечательно А здесь вот висит какая-то одежда Которую мы редко носим Но она большая, объемная И, в общем, платье мое, в котором я была на ДР Какие-то толстовки, кожанки, курточки, кофточки Много всего, короче, камера моя Ее нужно будет сейчас отсюда убрать Короче, это пипец Я все-таки порезалась теми штуками Абсолютно тупо Потому что я уже все убрала И у меня на полу валился один цветочек Я за ним потянулась И вот этой частью просто в пол воткнула А там была маленькая штука Острая Она мне так глубоко порезала палец Что я боюсь, что теперь здесь будет Шрам Кровь очень долго не останавливалась И я просто в шоке Знаете, иногда я вспоминаю времена, когда я была ребенком Мне нужно было заниматься всеми этими делами домашними Гладить, стирать, вешать Но зато, когда вы взрослые У вас куча забот, заморочек Вы намного больше цените моменты Когда вы просто отдыхаете И можете куда-нибудь уехать Где вас никто не трогает Но знаете, у меня нормально Я привыкла Потому что я взрослая Я должна сама дома наводить порядок Все такое Точнее, я всегда держала Как минимум свою комнату в чистоте Когда жила там с родителями, например У меня всегда в комнате было чисто Я всегда все выкидывала, убирала Хотя, честно, бывают такие моменты Когда у меня дома срач Но это просто, знаете, бывает накопится И иногда мне даже нравится Когда накапливается И я потом убираюсь Да, я убираюсь дольше Но зато я вижу такой, знаете, вау-эффект До и после Генеральную уборку сделать Но зато потом Если вы будете поддерживать чистоту То будет намного легче убираться Вот я, например, особенно после того Как клининговая компания приходит ко мне Что бывает крайне редко На самом деле Вот ко мне недавно приходили После, получается, весны Помыли окна Я и сама могу помыть окна Но у меня это займет, конечно, больше времени Если у меня есть такая возможность Попросить людей о помощи То почему бы и нет Чтобы самой этим не заниматься Ну и вот Обычно я вызываю клининговую компанию Где-то раз в сезон После, там, зимы Еще что-то Особенно перед летом Кайф Потому что окна После дождей вонючих мыть Ну, знаете, чтоб все блестело Вот Потом поддерживать чистоту Намного проще Но на самом деле Я убираюсь каждый день Я каждый день убираюсь Именно потому что Я люблю поддерживать чистоту Мне мама иногда говорит Зачем ты постоянно Везде рассказываешь Что ты убираешься Типа то, что люди будут думать Что я только и делаю Что убираюсь 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 Я люблю убираться Потому что я люблю чистоту Наш дом Это отражение нас самих Так что вот Наверное, я сейчас с вами попрощаюсь Потому что я за сегодня Что-то безумно устала И, наверное, это из-за того Что я поздно встала Такая начала бегать Скорее носиться Туда-сюда Ну, надеюсь, что вам понравился Этот влог Не знаю, что будет завтра Честно говоря Как только я с вами попрощаюсь Я пойду с мою косметику Переоденусь уже в пижамку Сделаю себе чаек Сяду за ком Возьму каких-то вкусняшек Бутерброды, например И сяду монтировать этот влог Надеюсь, что вам понравилось это видео Если так, то ставьте палец вверх Подписывайтесь на мой канал Где-то там На мой инстаграм Мне будет безумно приятно И вообще Честно, я безумно рада Что я решила снимать недели влогов И начала снимать недели влогов И в Болгарии я вот сняла одну неделю Мне понравилось Здесь, в Москве, тоже мне нравится Особенно мне нравится Видеть вашу активность Видеть то, что вам не пофиг Вы оставляете комментарии То, что вам нравится И вообще Такие крутые комменты Вот, знаете, это лучше Вообще, что может быть для блогера Когда люди в комментариях пишут Типа, блин Я просто бросаю все свои дела Бегу домой Чтобы посмотреть твое видео И даже если видео Мне не выходит в два часа дня Мне люди начинают писать Юля, где видео? Мы так ждем И типа, я не знаю, что я буду делать Когда закончится неделя влогов Это так приятно Просто пипец Короче, спасибо вам огромное Из-за этого вообще у меня лучшие И я правда сейчас слезу пущу Потому что у меня так давно Такого не было Такого коннекта с аудиторией Понимаете? Любимые мои какашечки Пойду я Потому что Чем быстрее я закончу Тем быстрее я лягу спать И стану И день начнется раньше Люблю, целую, обнимаю Всем пока Продолжение следует...